Их работа обычно скрыта от посторонних глаз, а имена не пишут на этикетках. Но все эти экспонаты не попали бы в музей, если бы не оказались в руках реставраторов, тех, кто владеет этим искусством, сохранять искусство. Только восемь гравюр уместил зал Нижегородского государственного художественного музея. На самом деле в Москву на реставрацию отправляли 30 произведений графики Западной Европы XVI-XVIII веков, пока они ждут своего часа в запасниках. Вот гравюра «Мадонна с младенцем» Жанна Каланже. Гравюра «Дочи Фаи» отпрашивается у своего отца из знаменитой Библии Пискатора. И гравюра, как раз у которой стоит Елена, это «Святой Михаил, поражающий дьявола». Вот то, что я сказала при открытии, мы про эти предметы знаем точно. Когда они поступили, откуда они поступили. Их первым владельцем, который нам известен, был Александр Васильевич Ступин. Он знаменит тем, что он основал в Арзамасе и открыл в 1802 году первую в Россию провинциальную художественную школу. Имеется и подпись бывшего владельца. Ее практически не было видно, но вот здесь видите – Аступина. В нашем городе гравюры не реставрируют. Со всей страны их везут в Центр научной реставрации имени Грабаря. С одной гравюрой мастер работает от трех месяцев до полугода. Стоит реставрация около 100 тысяч рублей. Чтобы вернуть этому керамическому сосуду первоначальный вид потребовались годы. Это кувшин керамический. Его создатель жил в эпоху Ренессанса. В середине 16 века он был изготовлен итальянским мастером Рацио Помпеи. Смотрите, до реставрации у него вот эта часть, которая белая, незакрашенная, вот ее как раз на этом месте находилась вот эта вот верхушка горловины бутыли. И вот эти вот ручки, которые при исследовании в Центре Грабаря оказались, что они не родные, как говорят реставраторы. То есть это более поздние детали, которые были приделаны к кувшину для того, чтобы сохранить визуальный образ предмета. У посетителей выставки есть возможность самим почувствовать себя реставраторами с помощью мобильного приложения «Артефакт». С помощью мобильного приложения «Артефакт», наведя свое собственное мобильное устройство на музейный экспонат, вы сможете узнать о нем то, что находится, в общем-то, за пределами доступности музейных посетителей. В частности, в данный момент вы видите, как выглядел этот графический лист до реставрации. Здесь отчетливо видны все проблемы, с которыми пришлось столкнуться реставраторам. Мы видим, что были значительные утраты, что какие-то фрагменты, которые были утрачены, были восстановлены. Немножко магии и информационных технологий, и сотен-сотен часов, которые были потрачены на разработку приложения. Команды, большой команды. Во втором зале можно увидеть примеры реставрации. Не навредить и не переборщить – главное правило научной реставрации, чтобы не стереть по ошибке с вековой пылью еще и уникальный почерк старинного мастера. Чудеса в мастерских случаются каждый день. Вот эта икона поступила на реставрацию абсолютно в другом виде. На экране мобильного телефона с помощью приложения мы как раз можем увидеть, что раньше на доске был изображен спаситель. Но, сделав рентгенограмму иконы, реставраторы обнаружили, что на самом деле под этим сюжетом скрывается более поздняя живопись. Зачастую, в зависимости от необходимости в храме, иконы записывались на сюжеты, которые были на тот момент востребованы. Оказывается, еще до самой реставрации проделывается огромная подготовительная работа. Только после того, как все исследования, анализ красок, анализ основы проводятся в лаборатории, реставраторы приступают к своей работе. Здесь реально можно прикоснуться к искусству. Нижегородский художественный музей – второй в России, где, возможно, такая экскурсия с элементами дополненной реальности. И только потом приложение заработает в Третьяковской галерее и Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина в Москве. Виктория Кузьмина, Василий Низов, Объективно, ННТВ.